Девушки отдыхают Девушки отдыхают Плюс 6 мистических контейнеров Глядишь где-то что-то еще выпадет Ну и соответственно Больше ничего Хотя в целом количество контейнеров покрывают по ценнику Разницу между стоимостью новой тачки В игре на 8 уровне Ну и соответственно ценником самой рулетки Стоит отметить что здесь В рулеточке есть великолепнейший Камуфляжик для данной машины И его первый раз в игру завозят Раньше данная тачка была Ее можно было достать из контейнеров Но вот только внешнего вида там не было А без внешнего вида машина честно говоря Никакущая что на нее в принципе Не надень Короче говоря ребят если говорить о ценнике То ценник в принципе приемлемый Я не могу сказать что разработчики прям совсем его завысили Ну знаете как когда Допустим за какую-нибудь восьмерку С вас просят 21 тысячу там или еще больше В общем в этом случае в целом Все вполне адекватно Если мы говорим о стандартных типичных шансах Выпадения то как правило внешний вид на тачку Припадает на предпоследний прокрут Ну а сам танк припадает как правило На последний прокрут у преобладающего Большинства игроков Таким образом получается что если вы очень везучий И до 16 прокрута включительно Машину заберете то заплатите за все 12 тысяч 787 На 17 прокруте Рулетка будет стоить уже 15 537 ну и соответственно 18 прокрут стоит 17 537 И при этом все в любом случае Если вы крутите до конца То собери их все Вы однозначно косарь себе вернете Короче говоря полная стоимость рулетки По факту 16 537 Если других частей сертификатов Точнее талисманов на косарь голды В отношении собери их все У вас в коллекции не было Ну что ребят давайте начинать крутить У меня твпхи нет на основном аккаунте Поэтому кручу на основе И в целом готов идти до конца Если выпадет раньше Понятное дело Буду безумно рад и счастлив Но очень сильно в этом сомневаюсь Что получаем Ну слушайте За 50 золотом Забрать иксы в количестве 10 штучек По моему неплохо Если бы Я прокачивал какую-то веточку Допустим И мне предложили купить Икс 5 в количестве 10 штук За 50 золотом Ну я бы наверное согласился Потому что существенно помогает прокачать Свободка Ну не очень В любом случае Конечно лучше чем серебрянди Но все равно Третий прокрут за соточку Давай родимая Давай Давай удиви меня Удиви меня Главной наградой раньше чем финальный свисток Собери их все Не помню честно говоря Сколько у меня талисманов было Сейчас заодно посмотрим Глядишь может даже 2 2 тысячи соберу Что у меня по талисманам По талисманам 2 не хватает 2 не хватает Итого получается Здесь у нас 6 7 Никак Никак К сожалению Жаль конечно Жаль что не хватало Ни одного Ну что Едем дальше 135 золота Но 3 собери их все Слушайте Неплохо Неплохо Серебро Слава богу Пока не дает Анимированный аватар Тоже не дала Но я чувствую что я все равно К этому еще приду Но в любом случае Меня радует то что С первых прокрутов Хотя бы не хлам какой-то Сразу выпадает И в целом Возможно если бы я Останавливался заблаговременно То есть не шел бы до конца Меня бы это очень сильно Даже устроило Это лучше нежели Нахвататься Всякого рода шелухи Самой дешманской в рулетке И на этом успокоиться Забираем Забираем Смотрим наши шансы 150 золотом Следующий прокрут Не так уж и дорого Шанс выпадения танка 0.21 0.21 Какой кошмар Ну просто ужас Ужасный Что кстати в отношении Камуфляжа То обратите внимание 2.29 То есть шансы Здесь выше Нежели допустим Забрать себе контейнер С атрибутом ангара То есть получается Внешний вид на танчик Разработчики типа ценят Меньше нежели Атрибут ангара Но по факту Мне кажется что это замануха А замануха Мне кажется заключается в том Что когда Среднестатистическому игроку Выпадает Внешний вид Он такой думает Наверное Блин Ну так обидно Внешний вид то я уже достал Че он валяться что ли Будет Да и на осколки менять Как то жаба давит Эх психа Ну-ка я продам Какую нибудь коллекционку Если голды не хватает И куплю себе Все таки данную машину Дойдя до Как я говорю Финального свистка Собери их все Блин Пока говорил Тупанул Не нажал открыть Но я думаю что это не проблема Сейчас выпадет 3 И соответственно 4 Откроем все вместе Сейчас будет серебрянья Нет не угадал Атрибут ангара Ну атрибуты ангара Те которые меня интересовали У меня в ангаре уже есть Поэтому в принципе Просто будет валяться в коллекции Вот такой вот Великолепный Сёрфер внедорожник Забираем Едем дальше 475 Голды 475 Ну Давай Покажи мне чудо Покажи чудо из чудес Нет Чуда не будет К сожалению 597 За прокрут Становится потихоньку Всё дороже и дороже Но Давай родимая Три мистика Три мистика Дай сертификат Дай сертификат Не даёт сертификат А сколько у меня талисманов А фиг да нифига Маловато будет Маловато Контейнер второго уровня Точно не соберу Тоже Тоже ничего И Третий Мистик Чё-то как-то Мистики у нас Ребят Похудели Совсем Ничего Нормально Не выпадает Честно говоря Один хлам 750 Золотом Поехали Эх Психовать Так Психовать Правильно Чё уж Если взялся То крути Вообще Ребят Я всегда говорю Одно и то же Если вы берётесь За какую-то рулетку Вы должны для себя Сразу поставить Определённые рамки То есть Не крутить больше Допустим Там трёх раз Или там пяти раз В зависимости от Суммы вашей Которая лежит В золотой копилочке И Соответственно В зависимости от того Как вы чувствуете Свои шансы В принципе По рулетке Исходя из того Как раньше вам Допустим Выпадало Это ваша первая Должна быть граница Вторая граница Должна быть у вас В конце рулетки Ну это я к чему говорю Что если вы Решили всё-таки Крутить больше Там трёх Или пяти раз То Просто будьте готовы Прокручивать её до конца Потому что Если вы прокрутите Половину рулетки Потратите Грубо говоря Там Семь или десять тысяч Голды И ничего с неё Не получите И на этом остановитесь То получается Что всё ранее потрачено Было потрачено Вами в пустую Поэтому сразу Будьте готовы Либо крутить рулетку До конца Либо будьте готовы Вовремя остановиться Но не останавливайтесь Никогда на середине рулетки Это очень глупо Открываем Открываем Нет Ничего Ну давай Гадина Удешеви мне рулетку Пожалуйста Двести золотом Нет Ну спасибо конечно Что хоть что-то возвращается Но это совсем не то Чего хотелось бы Дай Дай сертификат Нет Ещё двести Голды Ну такое себе Прямо скажем Окупаемость Пока не очень хорошая Едем дальше Крутим Надо было мне засечь С какой суммой я стартовал Я честно говоря Не обратил внимания С чего всё началось Просто хотелось посчитать За сколько мне в итоге Машина достанется Ну Кому не лень Ребят Посчитайте Напишите пожалуйста В комментариях Мне самому честно говоря Интересно Во что мне это всё дело обходится А ещё поставьте лайк Пожалуйста Данному видео Стараюсь специально для вас Показываю вам Реальные шансы Выпадения тачки Ну и в принципе Потом покажу Ещё абсолютно честно Саму машину в бою Правда не на основном аккаунте На пресс перейду Так чтобы не тратить время На настройку самой машины Ну в общем Не одевать её там Во внешний вид Не ставить ей оборудку И так далее Так Ничего Что у нас по талисманам Двух не хватает И всё Двух не хватает То есть получается Ещё косарь я не получаю Что у нас по шансам По шансам всё великолепно Сейчас заберу Анимированный аватар С вероятностью 52% Либо заберу камуфляж Но в любом случае Это будет явно не машина Делаем ставки Господа Делаем ставки Итак Давай Лохотрон Крути меня Крути меня Бешеный ты мой Но Но не удивлён Но не удивлён Абсолютно Анимированный аватар Чтоб тебя Блин Этот анимированный аватар Ты мне даже в коллекцию не нужен А вот теперь я забираю себе машину Нет Машину я не забираю Я забираю легендарный внешний вид Это в принципе коню понятно было Конь отзовись в комментариях Если тебе что-то не ясно А всем остальным Ребят Напоминаю о том Что стоит подписаться на канал Потому что на канале Показываю всё таким Какое оно есть на самом деле И как вы видите В моём случае В очередной раз Уже далеко не первый За всё время существования канала Только два раза Главная награда Мне выпадала Не с последнего прокрута А где-то приближена к нему То есть за несколько шагов До последней крутки В данном случае ничего удивительного Не произошло С последнего забираю танчик Ну и поехали его Попытаемся покатать Как обычно перед тем Как пойдём с вами в бой Для того чтобы посмотреть На что конкретно ТВП-100 способна Давайте обсудим машину И посмотрим на её технические характеристики В отношении брони Хвастаться нечем Её просто нет Огромный просто Безбожно огромный Нижний бронелист Короче говоря Всё изначально Должно подсказывать вам Что данную машину Ни в коем случае нельзя Изначально использовать На передовой То есть это танк поддержки Точнее ПТХ поддержки С очень хорошим Бодрым орудием Которое может Некисло накидывать Пока вам подсвечивают Ваши союзники Вот это основная Её задача В отношении ТТХ По орудию Мы сейчас всё обсудим Просто помните о том Что машина Неживучая Ну и соответственно Далеко не каждому танкисту Подойдёт Стоит также отметить Что у этой машинки Очень интересно Расположена боеукладка Которая очень хорошо Критуется И подрывается Если вы бьёте Просто запомните Вот эту вот полосу Которую вы можете Видеть в бою Когда смотрите сбоку Эта полоса Прям чётко показывает Вот этот вот участок Где находится боеукладка По ней Сандалите И поверьте вам Будет счастье Ну а вот Если вы играете на ней И тот кто играет Против вас Знает эту фишку Соответственно Вам несчастье Точно обеспечено То же самое касается И вида сзади Вот вам первая боеукладка Вот вам вторая боеукладка Всё очень чётко Всё очень понятно И мне кажется Художники прям специально Под линейку данные линии Начертили А ещё они начертили центр То есть вот такая вот полосочка И если вы посмотрите То это чётко центр боеукладки С этой стороны Вот вам пожалуйста Точка В которой необходимо бить А именно крепление антенны Короче говоря Такое впечатление Что Ну Единственное чего Художники не доработали Это не нарисовали Здесь вот такую вот Мишень Знаете Красного цвета Для того чтобы было понятно Куда закидывать необходимо Это так Из фишек И из недостатков В отношении орудия Здесь очень Очень всё круто И действительно интересно Здесь довольно приятное Классное время сведения Ну как довольно приятное Очень крутое время сведения 2,8 секунды То же самое касается Разброса Существенно меньше 0,3 0,284 Просто обалденный ДПМ Практически в 3000 Но реализуем Исключительно на средних И дальних расстояниях Если вы в замес не попадаете И вы действительно можете Реализовывать данный ДПМ Потому что у вас 6,3 секунды Время перезарядки Это меньше чем у многих Средних танков На восьмом уровне И при этом В всём вы накидываете По 310 единиц С пробитием С 246 Мне лично кажется Что всё очень бодро Всё очень классно Единственное чего Немножко не хватает Это угла склонения Орудия вниз Минус 6 Да Не сильно комфортно Но если вы находитесь На каких-то ровных площадках На дальних расстояниях То вполне себе играбельно А ещё стоит отметить Что орудие Ну очень Очень хорошо подано Вперёд Ну и соответственно Вам нет необходимости Прям полностью вылазить Но поверьте мне Для того чтобы Вас пробить Вам необходимо Вылезти полностью Вас пробьют вверх Вас пробьют Скорее всего В верхний бронелист Хотя если прям Совсем под какой-то горкой Вы прячетесь То здесь будет Крутая приведёнка Ну по факту Ничего не решает Потому что Рубка пробивается на ура Кстати Когда смотришь на данную машину То кажется Что это монолит Но нет ребят Это именно рубка Которая является Поворачиваемой Что кстати Тоже довольно удобно В бою Ну что Поехали Покатаемся Попытаемся её Реализовать Ну что ребят Погнали В отношении Подвижности В целом Приемливо В целом нормально И с учётом того Что в принципе ПТХ изначально Не предусматривает Целесообразности игры На ближних расстояниях То соответственно И торопиться Вам тоже некуда Поверьте С этой подвижностью Вы успеете Докатиться туда Куда вам необходимо Занять какую-то Определённую позицию И на этой позиции Попытаться поотыгрывать Чё-то как-то Несильно наши тяжи Едут вперёд Мне эта идея Не сильно нравится Поэтому буду Потихоньку Перетягиваться Потому что Первым сейчас Попаду в засвет В отношении Скорости Поворота рубки Рубка поворачивается Очень бодро И обратите внимание Она это делает На все 360 Поэтому В отношении Комфортного выцеливания Здесь вопросов Никих не будет Вам нет необходимости Доворачивать корпусом Вы просто Спокойно стоите Где-нибудь На дальнем расстоянии И спокойно Выцеливаете Своих соперников Которые при этом Могут передвигаться По карте Ну в общем В этом отношении Комфорт Действительно достоин В отношении Манёвренности На удивление Очень манёвренная ПТшка На месте Разворачивается Довольно бодро Я не могу сказать Что прям самолёт Но мне лично хватает По времени сведения По точности Как вы видите Всё очень классно По броне Всё просто ужасно Будьте готовы К тому Что вам постоянно Придётся думать Над тем Как вам выжить Такс Размениваемся Размениваемся Но мне этот размен Не сильно нравится Сейчас попытаюсь Изменить немножко Свою позицию В этом бою Походу будет слив Прям чувствую Чувствую Где-то там На уровне Подсознания Не совсем Как-то бодро Получилось Ну Хотя бы Исходя из того Как я уже говорил Данная ПТха Она предусматривает Игру на дальних Расстояниях И В виде ПТхи Поддержки А здесь как-то так Бой сложился Что поддерживать По факту Некого Ребята На ТТ Решили вовремя Остановиться И просто постоять Вместо того Чтобы поехать И потихоньку Начать продавливать Своё направление Но соответственно Я бы им в этом Попытался максимально Помочь Ну Не сложилось Да не сложилось Сейчас попытаемся Изменить немножко Ход событий Хотя бы как-то Так Ну вот вам точность Бью Рил через всю карту И попадаю Абсолютно спокойно При этом очень бодро Свожусь В отношении орудия Претензий у меня По данной ПТхи Нет абсолютно И с учетом того Что Как я сказал Она предназначена В первую очередь Для кустарного Снайперинга То с этой задачей Она справляется Ну я бы сказал Вполне себе С бодрячком И доставляя Максимум удовольствия Не знаю Хватит ли меня Для того Чтобы свалить Успел Таким Успел перекатиться Возвращаюсь К тому С чего начинал Ну блин Рил Шансов Очень мало Я не могу понять Е75 Он спит Что ли Да Он спит Блин Красавчик Молодец Но Прощай Прощай Друг Мне было приятно С тобой поиграть В этой катке Но К сожалению Мне надо сделать Хоть что-нибудь Для того Чтобы Хоть какие-то Результаты Показать Вот вам Еще один Товарищ Приехал Ну и на этом В принципе Все заканчивается Некого поддерживать Нет результатов Было бы Кого поддерживать Результат Был бы Как видите Отверстие есть И в верхнем бронелисте Ну понятное дело По бортам Короче говоря Как я и говорил ПТХ Очень неживучая И к этому Необходимо быть готовым Если вы не умеете Играть на картонных ПТшках Данная ПТХ Произведет на вас Исключительно Негативное впечатление Ну и понятное дело Вы будете расстроены Из-за того Что на нее Голду потратили Ну а плюс к тому Явно будете мне писать В комментариях По поводу того Что она ни на что не годна Но по факту Она довольно таки Годная тачка И как я говорил На тесте Она мне понравилась Действительно очень сильно Просто от боя к бою Все зависит Не совсем от вас А от ваших союзников И их грамотного Грамотного Плея Поэтому Не рассчитывайте На то что Самостоятельно Затащить сможете Вы ПТХ Поддержки И как я говорил В этом бою Если поддерживать Некого То соответственно И результативность Будет не очень хорошая Но по факту Я занимаю Второе место В своей команде По урону И это при том Как бой складывался То есть на данной ПТХ Накидывать можно И можно накидывать С легкостью А теперь представьте себе Бой В котором Вы играете С толковыми Союзниками Которые Грамотно отыграли Вам есть Кого поддерживать Да и плюс Вам с картой Допустим повезло Вы себе Спокойненько ПТШите И через каждые Шесть с половиной секунд Накидываете Довольно немалый урон По своим соперникам Чем набиваете Свою копилку В результатах боя И занимаете Как правило Лидирующие места Но я бы сказал Что и в победном бою Вы можете смело На данной ПТХ Рассчитывать На второе место В команде По урону В отношении Фарма Это не фармер В отношении фана Да Пофаниться можно Если вы Любитель снайперинга В нашей игре Я покрутил рулетку До финального свистка И честно говоря Абсолютно Об этом не жалею Потому что Я любитель ПТШек И мне нравится Играть в том числе И на картонных ПТХах Главное Найти себе Правильную позицию Побежал снимать Следующее видео Специально для вас А вам друзья мои Не рекомендую Крутить рулетки И рекомендую Покупать все таки Все в магазине Тогда когда оно Появляется По конкретному Фиксированному ценнику И вы ничем Не рискуете Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok